Спасибо большое. Я благодарю за возможность поделиться с вами рекомендациями Европейской ассоциации химиотерапевтов. В общем-то, уже рассматриваны два аспекта лечения костных метастазов, и рекомендации относятся как к ним, как и к другим направлениям, которые у нас есть. Эти рекомендации были недавно опубликованы в Annals of Oncology. Вы можете их скачать с веб-сайта Annals of Oncology, так же, как и с веб-сайта Asma. Вы видите, что эту группу возглавлял профессор Боб Колман. Имя этого человека связано с развитием костномодифицирующих препаратов. Он этим занимался уже лет 20. Он очень харизматичный, так сказать, человек, и, наверное, ему бы стоило вместо меня сделать эту презентацию. И по просьбе комитета ЭСМО мы хотели бы рассмотреть те возможности, которые у нас есть по уменьшению скелетных осложнений при именстатических поражениях костных тканей. И, кроме того, рассмотреть те возможности, которые мы имеем для уменьшения скелетных поражений, связанных с лечением рака. И эти направления были нам неизвестны до того момента, пока мы не поняли, что при одевантной терапии ингибиторами ароматазы и раке молочной железы повышается риск патологических переломов. И в ретроспективе мы также поняли, что это относится и к мужчинам, которых лечат от рака предстоятельной железы. Это та область, которая является очень важной. И, к сожалению, пока еще она не признается нашими регуляторами. Рекомендации относятся к разным направлениям, но из-за ограничения времени я не смогу рассмотреть эти рекомендации подробно. Но в любом случае, я хотел бы подчеркнуть тот факт, что когда мы берем наших больных и оцениваем риск переломов, помимо наличия метастазов, мы должны также учитывать и возраст пациента, применение кортикостероидов и историю переломов, поскольку эти вещи важны в той области, в которой мы собираемся профилактировать возможные отрицательные последствия лечения и уменьшаем гормональную среду пациентов, то есть занимаемся ли абляцией либо эстрогенов, либо тестостерона. Когда мы видим, что у пациента хорошие шансы на длительную жизнь, очень важно напомнить пациентам, что они могут себе помочь, если откажутся курить или хотя бы меньше станут курить, и будут выполнять упражнения с весовой нагрузкой, поскольку они улучшают качество костя. Это также относится и к питанию, к диете. Мы обязательно должны следить за тем, чтобы и витамина D пациента принимали достаточно, и других питательных веществ, которые им необходимы. Мы не должны полагаться на то, что говорят нам пациенты. Надо в сыворотке просто измерять концентрацию витамина D. И потом, в некоторых ситуациях, когда риск переломов повышен, мы должны применять препараты, модифицирующие структуру костя. И я покажу на одном из последних слайдов дерево принятия решений, которое было давным-давно разработано, как мы диагностируем ситуацию, говорящую о наличии костных метастазов. Пациент нам вроде бы и не жалуется, но тем не менее. Мы, учитывая характер рака и его распространенность, мы можем предположить, что есть такие скрытные костные метастазы у пациента. Очень сложно давать рекомендации на основании научных данных, каким пациентам нужно выполнять синтеграфию скелета. Но вы, как клиницисты, можете предположить костные метастазы и в таких случаях проводить синтеграфию, поскольку пропилактика переломов является очень важной с точки зрения качества жизней наших пациентов и даже их выживания. Действительно, и КТ, и МРТ являются очень точными методами, но мы не рекомендуем их применять в месте изотопных методов исследования. Что касается ПЭТ, то некоторые отмечаются, когда ПЭТ делается в сочетании с КТ, то применение изотопных методов исследования уже можно, так сказать, обсуждать. Какую-то окончательную рекомендацию мы не можем вам предложить. И часто мы говорим не о метастазе, а о профилактике переломов из-за уменьшения плотности костной ткани, из-за того, что произведена блокада тестостерона или же эстрогена. И при необходимости можно применять ДЭКСА, двухэнергетическую абсорбциометрию, поскольку рентгенография, так сказать, не дает нам точных результатов. Конечно, вы можете ориентироваться на симптомы пациентов, но, как вы знаете, какой-то метастаз может скрывать другой метастаз. Поэтому мы рекомендуем проводить, конечно, генерализованную такое обследование, а не только конкретно, именно в конкретном месте, где проявляется боль. Кроме того, в рекомендации мы напоминаем каждому из нас, в общем-то, о хорошо известном моменте. Но часто, может быть, наши молодые коллеги не всегда помнят об этом. Если вы проводите изотопическое обследование, сканирование кости, через несколько недель после проведения терапии, вы увидите, безусловно, острую реакцию. У вас будет такое ощущение, что это ухудшение состояния. Но вы-то прекрасно знаете, что это как раз указание на повышенный метаболизм в тех участках, где происходит, собственно, коррекция, а вовсе не соответствует дальнейшему прогрессированию болезни. Вопрос биохимических маркеров, конечно, обсуждаться будет сразу после моего выступления моим коллегой. И наша официальная позиция, мы их не рекомендуем с уровнем доказательности один. Однако, мы будем обсуждать, собственно, что же все-таки предлагается неофициально. Очень скоро. Как вы видите, у нас очень много сейчас препаратов в нашем распоряжении. И вот по поводу остеомодифицирующих агентов. У нас здесь очень много разных вариантов. В зависимости от одобрения конкретно в России, некоторые из них вам доступны, другие, вероятно, не. Но очень важно следующее, коллеги. Надо быть совершенно уверенным в том, что пациент в самом деле принимает тот препарат, который вы ему назначили перорально, если вы решили таковой назначить. И вы знаете прекрасно, что все исследования, результаты которых нам известны, показывают, что в течение примерно шести месяцев от третьей до половины пациентов прекращают принимать препараты, которые, мы полагаем, они принимают. То есть, они будут улыбаться, говорить, да, доктор, конечно, я принимаю. Но на самом деле они не принимают. Поэтому рекомендация будет такая, уважаемые коллеги. И если это вообще возможно, лучше все-таки внутривенные препараты вводить. Как мы уже обсуждали, в самом начале у нас два тут есть варианта. Посмотрите. Либо мы можем предотвратить развитие дальнейших событий и потенциальных метастазов. И у нас теперь уже есть данные в адювантной ситуации терапия рака молочной железы, что это действительно может быть справедливо для женщин в постменопаузе. Правда, у нас пока нет доказательств в отношении влияния на выживаемость. Вот, например, Деназумаб по сравнению с золидроновой кислотой именно в этой ситуации. Однако у нас есть хорошие результаты, хорошего исследования по раку предстательной железы, где было показано, что метастазы в кости отсрочены при раннем использовании Деназумаба у пациентов с раком предстательной железы. Но, правда, это никак не сказывается на выживаемости, на длительности. Что касается бисфосфонатов и Деназумаба, и то, и другое может быть использовано для профилактики потери костной ткани, связанной с терапией. В сущности, Деназумаб официально даже имеет такое показание зарегистрированное. И таким образом во многих-многих странах это уже использовалось, и поэтому можно быть, конечно, уверенным. Но вот я, правда, не знаю, есть ли среди зарегистрированных у вас показаний в России это вот конкретное показание зарегистрировано, но во многих странах успешно проведено, проводится такое лечение. Итак, а какие же данные в пользу того, чтобы сразу начинать терапию, сразу после того, как вы диагностируете метастазы в кости? Исследования были проведены 20 лет назад, и которые они-то и четко показали как раз, что если вы начинаете немедленно терапию, вы тогда можете отсрочить и снизить количество метастазов. Поэтому не нужно ждать возникновения, скажем, перелома. Надо начинать как профилактику. Когда надо прекращать, ни одного исследования не было проведено, которое показало бы и рассматривало бы вопрос, когда надо прекращать. Проводились исследования, где недостаточное количество пациентов было набрано, и они посмотрели на уменьшение интенсивности терапии, как это влияет на метастазы при использовании без фосфонатов, например, ежемесячно, а потом менее часто. То есть это, в принципе, возможно, но, как я сказал, что это было показано только в тех исследованиях, которые были прекращены из-за недостаточности количества пациентов, набранных в него. Однако мы можем утверждать, что по мере продолжения интенсивной терапии, при этом, скажем, ежемесячно, или, например, каждые 6 месяцев проводимая терапия, возникают вопросы такие, как остеонекроз челюсти, кости челюсти. И мы знаем, многие из нас видели, что через какое-то время нам нужно обязательно снижать интенсивность использования остеомодифицирующих агентов. Это многодисциплинарный подход. Вы слышали уже о разных вариантах терапии. Мы не обсуждали только хирургическое лечение, мы не говорили об интервенционной радиологии, но очень эффективный метод, в общем-то, в рекомендациях это тоже обсуждается. Кроме того, мы настаиваем на том, что наши пациенты, занимающиеся радиационной терапией, должны давать одну фракцию. Это гораздо проще для пациента, точно так же эффективно, ничуть не хуже, по сравнению с 5 или 10 фракциями. Ну и, наконец, я хотел бы поделиться с вами нашими размышлениями по поводу использования при раке молочной железы, раке предстательной железы. Вот здесь, когда снижается костная ткань из-за блокирования, собственно, тестостерона, как мы знаем, здесь нужно подумать о профилактике переломов, используя остеомодифицирующие агенты, либо бисфосфонаты, либо деносума, и принимая во внимание то, что у некоторых пациентов, у которых хорошая плотность, минеральная плотность костной ткани, если у них достигается определенный возраст, или, скажем, возникают другие факторы риска, такие, как, например, они курильщики, или, например, они получали очень много кортикостероидов, часто используется, часто это используется, как вы знаете, при химиотерапии, это может быть группа высокого риска, и тогда их надо начинать скорее лечить, не нужно с этим тянуть. И, как всегда, уважаемые коллеги, я опять приглашаю в конце своего выступления на Копенгаген или в Аделаиду, приезжайте, встретимся там. Большое спасибо за внимание. Продолжение следует...